Привет-привет-привет, друзья! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! И наконец-то летний сезон начался, наконец-то настало время отпусков и вместе с этим настала 30-градусная жара. У меня за окном последние полторы недели творится просто какая-то адская кухня, хелл китчен, очень жарко. 32-35 градусов на солнце на протяжении последней недели. Это просто меня выматывает, это заставляет меня думать о том, хочу ли я одеваться, хочу ли я делать макияж каждый день и на самом деле я хочу, друзья. Потому что лето это не только жара, лето это тусовки на летниках, это классное времяпрепровождение с друзьями на природе. Конечно, хочется быть не только при параде и готовыми к классным летним фотосессиям, но еще хочется, чтобы ваш макияж был стойкий и суперлегкий, чтобы он не ощущался на вашем лице, чтобы он не теклся в течение дня, поэтому я решила показать вам этот потрясающий образ, показать продукты, которыми это можно сделать и дать вам несколько советов на летний период. Если вам интересно, друзья, то, конечно же, продолжайте смотреть, но перед этим я, как всегда, попрошу вас подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И поехали! Что ж, может быть, вам покажется, что у меня сейчас модная прическа на голове, вот эти вот залезоны, когда вы имитируете эффект влажных волос. Но нет, я ничего не имитирую, они у меня влажные. Я буквально 15 минут назад вышла из душа и решила, что я сначала сделаю макияж, а потом сделаю укладку. И первое, что я хочу сделать сейчас, я хочу увлажнить свою кожу, потому что я после душа только прошла с тоником, и у меня немного стянуло лицо. Я взяла вот такую вот миниатюрку крема от Тача, она называется The Water Cream. Это очень легкий, очень тонкий увлажняющий крем, как раз то, что мне сегодня нужно, потому что мне всегда нужно увлажнять свою кожу. Я уже практически добралась до донышка в этой миниатюре, и это просто потрясающий, увлажняющий, очень легкий крем. Он вообще, вы посмотрите, я наношу его на лицо, и он сразу превращается в водичку, он сразу превращается в жидкость. У него консистенция такая достаточно гелевая, вы посмотрите. Она и не растекается, но тем не менее она сразу превращается в водичку. И я наношу этот крем по всему своему лицу. Из-за того, что этот крем очень легкий, он впитывается мгновенно просто. Вам не нужно сидеть и ждать, когда же он впитается в вашу кожу. И сразу же, поэтому я буду наносить на свое лицо санскрин от Super Gup Unseen Sunscreen. В нем SPF 30, так как я сегодня буду наносить тональную основу от Tom Ford. Я хочу, чтобы мой тон был стойким, чтобы он держался весь день. И так как в этом тоне отсутствует SPF, насколько я помню, если не изменять память, я даже нашла от него коробку, чтобы посмотреть, есть ли SPF в этой тональной основе или нет. На коробке, на упаковке не написано абсолютно ничего, поэтому я сделала вывод, что SPF в этой тональной основе нет. Поэтому я буду наносить вот этот вот продукт, и он просто прекрасно работает в качестве базы. Если вы знакомы со силиконовыми базами, то вы наверняка увидите, узнаете эту консистенцию. Она очень легкая, она прозрачная, она как будто силиконистая. Она классно заполировывает вам поры, и поверх этой базы очень круто ложатся и распределяются тональные основы. И я распределяю SPF по всему своему лицу, друзья. Летом SPF это очень важно, особенно если у вас есть какие-то постакны, пятна, которые могут у вас из-за солнца, из-за ультрафиолета темнеть и выделяться еще больше на вашем лице, если у вас розоцея, как у меня. Если, допустим, вы недавно делали какие-либо инъекции для того, чтобы ваша кожа не отреагировала на солнце и не побледнела наоборот, да, чтобы она не потеряла пигмент, нужно защищать свое лицо от ультрафиолета. И не забывайте, друзья, про шею и про зону декольте. Если вам еще 20 с плюсом, друзья, готовьте сани летом, поэтому давайте заранее приучать себя к использованию SPF на всем вашем теле, особенно если у вас есть какие-либо кожные проблемы. Поэтому, друзья, SPF это очень-очень важно. И пока у меня сейчас SPF усаживается на моем лице, я хочу начать с бровей. Друзья, я буду работать по старой схеме, возьму воск от Патрика Тая. Думаю, что вы уже поняли, что это мой просто стопроцентный фаворит, что я его использую просто постоянно. И мы сегодня с вами будем делать супер-супер стойкие брови, которые не покинут вас, даже если вы, пожалуй, решите искупнуться где-либо. Поэтому давайте уже начинать. Сначала я сбрызгиваю термальной обычной водой воск для активации. Наношу небольшое количество на свои брови, друзья. И аккуратно убираю сухой ватной палочкой излишки воска вокруг бровей. Если вы этого не сделаете, то ваша тональная основа в этих местах будет смотреться неаккуратно. Она ляжет такими комками, будет просто некрасивое месиво вокруг ваших бровей. Поэтому, друзья, если вы используете какие-либо воски, либо такие плотные гели на ваших бровях, не поленитесь, сделайте это. Иначе вам придется потом стирать тональную основу, наносить туда консилер. Друзья, это не круто, это не здорово. Мы не хотим на своем лице создавать пирог, особенно в плюс 30. Поэтому учтите то, что я вам сейчас сказала. Что ж, и переходим к тональной основе. Я, как вы поняли, буду использовать сегодня тон от Tone for Traceless. И наносить я его буду спонжем. Да, это немножко варварство наносить настолько дорогую и такую жидкую тональную основу спонжем. Потому что половина из всего этого просто впитается в спонж. Но я хочу получить максимально тонкое, максимально красивое покрытие. Поэтому я буду это делать, друзья. Делать ли так с тональными основами от Tone for Tracks, либо с другими, или решать, конечно же, вам. Но я хочу получить максимально тонкое, максимально естественное покрытие. И, кстати, друзья, я смотрела видео Олеси Борзаевой, где она наносила базу с SPF. И поверх этой базы наносила тональную основу, прибивая ее именно спонжем. И, по-моему, она говорила, что таким образом слой SPF не разрушается. А если вы наносите кисточкой, то слой SPF будет разрушаться. И на вашем лице не будет должного уровня защиты. Я, если честно, особо в это не вдавалась. Но мне кажется, что в этом есть определенный смысл. Поэтому спонж, спонж сегодня мой лучший дружок пирожок. И следующее, что я буду делать, я буду проходиться в зоне под глазами пудрой от Pet Magrat. Она у меня уже вот такая вся некрасивая просто. Я не знаю, она выглядит максимально непривлекательно. Но, тем не менее, друзья, мне нужно закрепить продукт под глазами, тональную основу. Поэтому я ее буду использовать. И также я люблю проходиться этой пудрой в межбровке, на крыльях носа. И возвращаемся к бровям, друзья. Я буду брать помадку от Анастасии Беверли Хиллсова оттенки Blonde. Так как помадки от Анастасии достаточно стойкие. Это один из самых стойких продуктов для бровей, которые я когда-либо использовала в своей жизни. Смотрите, как уже много я использовала этого оттенка Blonde. И он просто потрясающий, друзья. Это такой холодный, но, тем не менее, не серый, достаточно светлый оттенок. И я начинаю сначала прорабатывать нижнюю линию брови. А потом заполняю хвостик. И смотрите, я не наношу помадку вот здесь в начале брови. Я щеточкой оттушевываю то, что нанесла ту линию очень аккуратно, для того, чтобы моя бровь все-таки оставалась более-менее натуральной. И последним этапом работы с бровями я возвращаюсь к пудре от Pet Magrat. И припечатываю сверху, прохожусь вот такими прибивающими движениями этой пудре по своей брови. Таким образом, я дополнительно фиксирую свою помадку. Да, мои брови становятся чуть более еще холодными, но, тем не менее, когда этот продукт усядется, я потом еще раз пройдусь щеточкой по бровям. И мои брови будут выглядеть чуть более натурально. И сейчас я сделаю вторую бровь, и мы с вами будем двигаться дальше. Что ж, возвращаемся к оформлению лица. И как бы мне не хотелось использовать сегодня все свои любимые кремовые продукты, мы сегодня должны сделать макияж суперстойким. Поэтому из кремовых продуктов я сегодня буду использовать только хайлайтер от Charlotte, так как он у меня не будет нанесен где-либо в Т-зоне, либо в зоне расширенных пор. У меня кожа нормальная, склонная к жирности в Т-зоне. Но моя Т-зона заканчивается где-то вот здесь, вот на середине моих щек, потому что до вот этого места, до вот этих точек у меня идут мои расширенные поры, что очень-очень печально, друзья. Но на скулы я могу себе позволить сейчас нанести кремовый продукт, так как он у меня не слазит, абсолютно никак не влияет на стойкость тонального крема именно в этой зоне. Поэтому я наношу на скулы хайлайтер от Charlotte. И чтобы сдержать появление жирного блеска, лишнего себума в моей Т-зоне, я буду использовать пудру от Laura Mercier. Это рассыпчатая, невидимая translucent пудра. Я буду наносить ее только на Т-зону, чтобы не утяжелять свой макияж. Я беру вот такую вот большую кисточку от Real Techniques и начинаю припечатывать пудру в Т-зоне и в той зоне, где у меня находятся мои расширенные поры. Окей, продолжаем с макияжем лица. И я сегодня буду наносить пудру от бренда Gucci в оттенке 01, так как тональная основа Tom Ford. Вот это вот. Имеет свойство окисляться и в течение дня мое лицо и так станет более загорелым, поэтому я не хочу его перегружать, утяжелять или делать более загорелым, скажем так, моими любимыми бронзерами. Да, я люблю бронзер от Gucci, но это не самый любимый бронзер в моей коллекции, скажем так, поэтому я его беру. Я его беру, потому что он достаточно светлый и потому что его очень легко наносить. И начинаю прорабатывать свои скулы. Наношу его совсем капельку, совсем немного. Буквально одного прикосновения кистью к рефилу мне будет достаточно. И не забывайте, друзья, если вы расставляете на вашем лице акценты, наносите бронзер на скулы, не забывайте также проходиться по линии роста волос, совсем немножко оттенка наносить себе на нос, на подбородок, потому что ваше лицо не загорает только в скулах. То же самое, что вы не можете похудеть только в ляжках, вы худете равномерно, ваше лицо загорает равномерно, поэтому совсем немножко, буквально два прикосновения кисточкой с остатками продукта по периферии вашего лица, а также по носу, даст вам намного более естественный эффект, чем если бы вы не наносили этот продукт совсем на эти места. Поэтому, друзья, не забываем равномерно наносить все продукты для лица. И так как я сегодня решила не перебарщивать с скульптурированием, с контурированием лица, я возьму очень легкие румяшки от Pet Magrat из линейки Divine Blush, у меня это самый светлый оттенок под названием Flutations, если мне не изменяет память. Так, открываем. Вот такие светлые, очень красивые, очень естественные румяшки. И наношу, опять же, совсем капельку для того, чтобы не перегрузить лицо. И в качестве завершающего штриха в работе с лицом я поверх абсолютно всего своего лица пройдусь пудрой от Hourglass для того, чтобы сгладить поры, заблюрить кожу, сделать ее более гладкой, более ровной. И мне чем нравятся эти пудры от Hourglass? Тем, что они абсолютно не утяжеляют макияж. Поэтому я могу использовать эту пудру на все свое лицо, без того, чтобы на моем лице получился эффект маски. И переходим к макияжу глаз, друзья. Я сегодня буду использовать одну из самых любимых палеток на летний сезон, и не только. Это палетка Triachrome от Наташи Диноны. Я на самом деле ее люблю. Мне кажется, если бы я составляла общий рейтинг палеток своей коллекции, она бы точно вошла в топ-5. И перед тем, как мы с вами будем наносить тени на свое лицо, я добавлю буквально капельку базы от бренда Nars. Это прозрачная база. Я добавляю ее и растягиваю пальчиками по всему своему глазу, по всему подвижному веку. Захожу под бровь и также припечатываю вот здесь во внешнем уголке. Первое, что я делаю, я припечатываю во внешний уголок оттенок Vert, маленькая кисточка от Weyna Gossa номер 19, и оттягиваю этот оттенок к виску. И ближе ко внутреннему уголочку глаза я буду наносить оттенок Diatonic, набираю его на кисточку от Refer 01, и прохожусь здесь в складке во внешнем уголочке. Затем я набираю оттенок Tungsten на кисточку от Refer номер 28, и начинаю проходиться им по нижнему веку, ближе ко внутреннему уголочку. И вот этим вот темным оттенком Manganese я затемняю ресничный ряд нижнего века и внешний уголочек. И теперь я набираю оттенок Scarab, вот такой он красивый, и начинаю наносить его во внешний уголок на подвижное веко. Очень-очень аккуратно. И наношу его где-то на две трети, и оставляю внутренний уголочек пустым. И набираю оттенок Color Flip, и наношу его во внутренний уголочек. И также наношу оттенок Color Flip во внутренний уголочек нижнего века. Спасибо соседи за музыкальное сопровождение. И затем я наношу хайлайтер от Dior во внутренний уголочек, и под бровь совсем легонечко. И, друзья, я тут что-то ударилась в эксперимент, и посмотрите, какую классную стрелку я нарисовала. Я сначала нарисовала стрелку вот этим карандашом от Victoria Beckham в оттенке Black, и сверху прошлась оттенком Ultra Violet от Natasha Denone из линейки Chromium. И на слизистую я добавила вот этот вот карандаш от Marc Jacobs в оттенке Missed Me. И мне осталось накрасить ресницы, сделать второй глаз, и я к вам вернусь. Та-дам! Друзья, я почти закончила с пакеяжем. Я себе сделала такую легкую укладку, это такая легкая пляжная волна. Я ее ничем не фиксировала, не сбрызгивала никакой солью пока, что, может быть, я это сделаю попозже. И я уже нанесла на свою зону декольте масло от Sol de Janeiro Rio Sunset. И я его сейчас припудру пудрой от Hourglass, потому что я хочу добавить еще больше блюрящего эффекта. Я сейчас смотрю и не могу найти кисть. И наверняка вас интересует, что же у меня на губах. На губах у меня три вот таких вот продукта. Первая это карандаш от Natasha Denone в оттенке Natasha. Затем у меня на губах помада от Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk матовая. И сверху для блеска я нанесла, собственно говоря, блеск от Charlotte в оттенке Pillow Talk. Это Jewel Lips линейка. И вот так вот вместе это все очень соблазнительно, очень сочно выглядит. И последнее, что у меня осталось, я нанесу на свое лицо и на зону декольте спрей Airbrush Flawless Setting Spray от Charlotte Tilbury. Так. Друзья, это просто какая-то супер потрясающая оживительная влага. Давайте я вас сейчас отдалю и дам вам еще парочку очень дельных советов. И первый мой совет, друзья, первое универсальное правило это использование SPF. И это касается не только лица, это касается наших рук, это касается наших ног, потому что фотостарению подвержена наша кожа не только на лице, но и на всем теле. И, друзья, наверняка вы меня спросите, если я с утра иду на работу, в офис, да, то нафига мне использовать SPF, потому что я сижу в помещении. Вот тот период, пока вы добираетесь из дома на работу, если это происходит в утреннее время, друзья, летом солнце активное уже с самого раннего утра, поэтому не поленитесь, нанесите либо тональную основу с SPF, либо базу с SPF на ваше лицо. И тогда вы избежите каких-либо нежелаемых ситуаций, пока вы добираетесь на работу. Если же вы идете куда-то на пляжную тусовку, да, или вы едете куда-то на озеро, то вы наверняка знаете, что SPF нужно обновлять каждые 2 часа, то мой вам совет, друзья, берите с собой SPF, берите с собой влажные салфетки. Делайте только макияж глаз и бровей стойкими продуктами, тогда вы сможете снять первый слой SPF с вашего лица, да, с вашей кожи, не затрагивая брови, не затрагивая глаза. И, допустим, ваши губы, если вы хотите нанести какую-то яркую помаду или яркий блеск и наносите на ваше лицо SPF, друзья. Я начала это понимать приблизительно где-то к 23 годам, когда я уже начала замечать то, как моя кожа в летний период становится более уязвимой, более чувствительной, как моя розоцея начинает появляться намного выраженнее на моем лице и на моем теле, как мои ноги, как мои ноги начинают больше шелушиться от дерматита, от попадания солнечных лучей, друзья. Поверьте мне, все приходит с опытом и осознанием того, что нужно защищать не только кожу лица, но еще и кожу рук, нужно ухаживать за кожей рук, за зоной декольте и вообще за всей кожей на вашем теле. Приходит вам с годами и чем раньше вы это поймете, чем раньше вы будете придерживаться такой философии, тем лучше, тем меньше вы потом потратите денег на какие-либо косметологические процедуры уже в кабинете у косметолога, да. Вы, допустим, уже не будете ходить на шлифовке для того, чтобы убрать пигментацию, вам не придется вкладывать огромную кучу денег в продукты для лечения кожи ног или кожи рук, если вы, допустим, иссушите вашу кожу, да, она будет у вас ороговевшей и шелушащейся. Это, друзья, не круто, просто вот давайте заведем за правило использовать SPF в теплое время года и в холодное тоже, но в холодное это не так критично, в холодное время года можно обойтись просто тональным кремом с SPF, да, а в летнее, друзья, это обязательно. И второй мой совет, если вы до сих пор ходите в офис в 30-градусную жару и, допустим, у вас нет кондиционера, да, и вы единственное, что можете позволить себе это открыть окно, но тем не менее вы также интенсивно потеете. Друзья, это не реклама, это просто моя личная рекомендация, потому что я в зоне подмышек потею, как собака, и я использую вот такую вот штуку, это Dry Dry Classic, эффективное средство длительного действия от обильного потоотделения. Я использовала уже половину флакона и, да, на самом деле эта штука работает, друзья, она избавляет вас от обильного потоотделения, но она не избавляет вас от запаха. То есть, если вы потеете с явным ярким запахом, ну, я думаю, я не буду продолжать эту тему, я думаю, что вы меня понимаете, то тогда вместе с этой штукой вам стоит использовать дезодорант для того, чтобы замаскировать также ваш запах. И как использовать эту вещь, друзья? Эту вещь нужно использовать перед сном желательно, потому что, когда вы нанесете эту вещь на подмышки, на руки, не знаю, под коленки, где еще вы потеете, вашу кожу может начать щипать, может появиться легкий изуд из-за компонентов, которые есть в этом продукте. И лучше это делать на ночь, перед сном, когда вы ложитесь спать, вы нанесете это средство, вы уснете, и зуд вас не будет так сильно доставать, что ли, да? И второй момент. Не использовать это средство на свежевыбритую кожу. Если у вас, допустим, потеют стопы, то там неважно, вы можете использовать их в любое время. Но если вы используете эту вещь на подмышки, друзья, побрейте свои подмышки желательно минимум за день до того, как вы собираетесь наносить это средство, иначе вы просто пожалеете о том, что вы это использовали. Это очень сильно будет дискомфортно для вас, потому что эта штука на самом деле печет кожу. Поэтому побрейте подмышки за день, лучше за два до того, как вы знаете, что вам нужно использовать это средство, и используйте его. Также я не рекомендую использовать его на постоянку, на постоянной основе, потому что, хотя я не встречала никаких исследований о вреде этого продукта, не встречала никаких статей, но лично я ощущаю, что это средство перестает на мне работать и иметь длительный эффект. То есть, когда я использую это средство редко, мне хватает одного нанесения приблизительно на неделю. Если же я наношу это средство постоянно, то количество дней, которое работает это средство, на мне, на моей коже уменьшается до трех, до двух дней. Соответственно, лично я советую использовать только во всяких экстренных ситуациях, будь то там ваша свадьба, ваш выпускной, ваш какой-то супер корпоратив, или вы хотите, допустим, пойти на фотосессию в каком-то супер красивом платье с закрытой зоной декольте, с закрытыми плечами, с закрытыми руками, и вы боитесь, что вы промокнете в каких-то местах, то, друзья, советую вам использовать эту штуку в таких случаях. И последний, друзья, самый очевидный совет, и один из самых важных, пейте больше воды, пейте больше жидкости, друзья, и не злоупотребляйте холодными напитками. Да, я знаю, что очень хочется выпить холодненький лимонад, выпить холодненькую колу, выпить холодненькое пиво и все такое прочее. Друзья, постарайтесь воздержаться от этого, потому что наш организм и так находится в стрессе, наш организм и так вынужден на полную работать, потому что он вынужден охлаждать себя. Мы больше потеем, нам нужно пить больше воды, и когда мы добавляем ему еще лишний стресс в виде того, что мы пьем воду со льдом, лимонад со льдом, друзья, это можно делать, но не переусердствуйте, чтобы не схватить простуду, и не переусердствуйте, пожалуйста, с кондиционером, потому что я уже простудила нос, и с одной стороны у меня нос очень сильно болит, потому что я его застудила. И да, друзья, вот такой у меня получился летний summer look. Обязательно дайте мне знать, что вы об этом думаете, как вам мои финтифлюшки на волосах, как вам мой летний макияж, как вам вообще вся такая движуха с макияжем. И я, пожалуй, друзья, на этом буду заканчивать это видео. Спасибо за ваш просмотр, спасибо за ваше драгоценное время, спасибо за ваши комментарии, спасибо за ваши лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что мы увидимся с вами совсем скоро в моих следующих видео, и до скорых встреч, друзья!